всем привет всем здравствуйте это у меня такая знаете обложка убираю обложку которая у меня потом будет поэтому не знаю голубое небо подойдет вот это вот получше такое что-то желтенькое всем привет сегодня обещала прямой эфир просто на поговорить и рассказать о вот наверно вот даже лучше всего это будет отличная обложка короче сегодня прямой эфир расскажу о текущих новинках которые есть уже в продаже и которые уже ожидаются у меня жарко никак не могу к этой жаре привыкнуть я думала у нас в ростове жарко что я вернулась в свою студию это поехали я кстати наконец сделала себе капсул вам показать что мне за маникюр получился вчера делала ну не до ночи но перед сном вторую руку не понятно как буду делать что я уже один ноготь сломала когда переезжала дорогу на велосипеде нужно было нажать на тормоз и мне каким-то образом ноготь попал между этой штучкой и вовремя не смогла вытащить в общем короче один ноготь уже сломала но я придумала как буду делать коррекцию здесь есть салон на территории жека приду наверно со своими бутылечками баночками скажу девочки сделайте мне коррекцию на одну руку и пойду делать домой дизайн как-нибудь в принципе при помощи декорации делать на себе на правую руку нормально давайте сейчас покажу что у меня на ногтях сейчас я очень хотела этот дизайн давно сделать я его постоянно показывала эфирах или не очень хотелось повторить себе именно на руках конкретно вот этот вариант да вот кто не в курсе у нас одна из таких последних это то что как раз я больше всего люблю это капсулы на заднем плане конечно звуки детей моих капсула это что мы продаем последний месяц и очень сильно вдохновили с этого продажи беллаков кто в себя все включает не только гель-лаки новые декорации вот там очень много декорации кто уже видел обзоры по капсуле я их очень много показывала предыдущие недели обязательно пересмотрите то что там идет 9 слайдеров глиттеры и 4 гель-лака со стразами и вместе получается очень вкусненькие варианты дизайна такое знаете готовое решение если до этого в том году у нас был такой эксперимент мы делали сеты капсулы из двух цветов то в этом году у нас такие боксы получились полноценные и даже нельзя капсулами меня даже менеджер попросил горит не называй сеты которые вышли в этом году капсулами что все путают с прошлым годом поэтому я сегодняшнего дня будут называть не знаю сеты боксы вот на самом деле это такие полноценные боксы получились потому что я туда кладу разные штучки вкусненькие там электронном виде идет такой хороший большой каталог в электронном виде вы можете спокойно все это скачать себе на носители и использовать как демонстрацию своем контакте в telegram instagram вот поэтому там пожалуйста пользуйтесь вот кстати одна из новинок которая нас ожидает надеюсь что в ближайшем будущем это буквально недели две у нас выходит новая капсула мы вдохновились я уже сказала вот такими сетами когда не только гель-лаки идут да еще много декораций и сейчас я вам покажу такую небольшую запись экрана с яндекс диска что он нас ждет в следующем следующем месяце но это даже в конце этого месяца как вы уже догадались этот сет будет посвящен моему любимому дизайнеру это coco chanel вот чуть позже вы узнаете как этот сайт будет называться тема сета полностью пронизана символикой этого бренда но мне в прямую а опять же мы все это обыгрываем чтобы не было прямого столкновения с авторскими правами вот поэтому это такое знаете вдохновение от какого шанель через призму ее днк получились очень красивые такие роскошные декорации опять же благодаря которым вы можете сделать уже готовое решение не нужно ломать голову не нужно будет экспериментировать вы просто берете и повторять у меня я даже с собой сюда привезла сейчас вам покажу я вам таким одним глазком показываю это еще каминг-сун это только-только-только ожидается вот здесь прям будет такой знаете полноценный сет бокс четыре оттенка и вот такие вкуснейшие декорации и вот такие вкуснейшие декорации пишите как вам вообще бокс и нравится работать вот с такими вариантами миксов пишите так дальше идем что еще у нас новинка которая долгожданная мы разрабатывали полтора года это продукт вера миршниченко моей сестры она очень хотела долго сделать этот продукт она вынашивала идею несколько лет и вот только последние полтора года мы разрабатывали этот продукт и я сегодня прям в эфире хотела бы прям показать вам что заходите обязательно к вере на аккаунт она уже вела два прямых эфира с этим продуктом обязательно посмотрите эфир именно с ее уст сейчас еще раз ну кто не в курсе это вера на аккаунт обязательно подпишитесь на него это новый аккаунт вера миршниченко то что вы знаете что предыдущий аккаунт был взломан и у нее его ну короче она его безвозвратно потеряла это новый аккаунт и здесь хорошо видно что уже два эфира она проводила на тему nail bomb обязательно послушайте потому что это прям нужно слушать про этот продукт особенно кто вот за здоровые натуральные ногти кто за эко такой маникюр и зла и кошмека вот это прям продукт для вас что вера на помешана на вообще натуральных ногтях вот и что касается этого продукта этот продукт прям себе заключать давайте вам сейчас кстати кратко включу описание вот то что она даже сама пишет про свой продукт вот что это отличное средство которое классно увлажняет напитывает сухую ломку потрескавшуюся ногтевую пластину и делает ее более живой эластичная гибкая и что знаете самое интересное заметили что если вы этот продукт nail bomb применяете постоянно при маникюре если клиент ходит с лаком и при гель-лаке если клиент носит гель-лак и гель-лак постоянно убирают именно системой размачивания гель-лак начинает намного лучше носиться на свободном крае потому что ногтевая пластина она действительно прям восстанавливается благодаря этому продукту его кстати наносят также и на зону кутикулы и на боковые валики это он еще знаете как работает дополнительно как пути кремовер не только как увлажнитель такой это знаете я называю это вот есть кондиционер для волос дали маска для волос так вот nail bomb это своего рода такой кондиционер маска для зоны кутикулы и для ногтевой пластины что самое главное для ногтевой пластины это подходит для тех услуг где мы с вами делаем просто лаковое покрытие либо мы делаем систему гель-лака с размачиванием обязательно обратите внимание на этот продукт и обязательно его попробуйте сейчас виду сейчас очень много отзывов появилась вот кто прям про это вам понравится и вашим клиентам обязательно это тоже понравится поэтому попробуйте можно сказать на альбом что такое это кондиционер для ногтей это кондиционер для ногтей так дальше какие еще продукты вчера блочке и а Итак, вчера даже в комментариях в последнем видео тоже писали, там на имя official word спрашивали, смотрите, у нас сейчас вышли две новые файбербазы, потому что год, наверное, ждали новые оттенки, и у нас там промежуточные цвета, сейчас многие спросят, а почему, блин, сразу восьмой и девятый цвет, а где промежуточные цвета, они будут, но там произошла одна загершка с пигментами цветными, вот, и поэтому у нас еще выйдут дополнительные оттенки файбербазы, но позже, это те, которые должны были, кстати, выйти еще в том году, и они не вышли, вот. Очень вкусные два оттенка розовых, сейчас я вам покажу, чем они отличаются, этот с шиммером оттенок, так, этот с шиммером, а этот такой цвет, вот мы прям называем цвет лосося, такой лососевый цвет, очень тоже красивый, особенно, вот что интересно, он под матовым топом, смотрится очень интересно, и совершенно другой оттенок дает под матовым топом, сейчас я вам покажу на руках, как это выглядит, где-то у меня было видео на руках, вот так вот, смотрите, со звуком, это номер 9 файбербаза, номер 9 файбербаза, и сейчас мы посмотрим второй цвет файбербазы, вот здесь, правда, под матовым топом, сейчас, кстати, смотрите, я отключила звук видео, поставьте плюсики, если меня слышно, да мне только сейчас дошло, что можно звуку видео отключать и болтать, вот, поставьте плюсики, что меня слышно, а видео у нас без звука идет, вот, видно, да, номер 8 под матовым топом, тоже смотрится очень красиво, так, спасибо, что поставили плюсики, так, давайте я просто фоточки с этой файбербазой покажу, потому что прям вот спрашивают постоянно, а я у себя в аккаунте не выкладывала еще, не знаю, почему нужно сегодня прям пост выложить, вот, номер 8, прям такой цвет лосося, такой цвет лосося, и номер 9, где мой номер 9, вот, она более холодная, с шиммером, такой приятный розовый оттенок, вот, это номер 9, дальше, что еще из новинок нас ожидает, сейчас вот тоже спрашивала, можно показывать или нет, смотрите, нас ожидают 4 оттенка полупрозрачных акригеля цветного, с блесточками, он прям такой вот нежный, полупрозрачный, вот здесь даже на фото выглядит ярче, чем нужно, сейчас я покажу на видео, он выглядит более нежно, здесь, наверное, слишком ярковато, давайте я сейчас видосики включу с ноготками, вот, видите, такой вот нежный, зелененький, полупрозрачный, потом будет оттенок, сейчас скажу какой, такой бледно-бледно-розовый, полупрозрачный, вот он такой вот, прям с розовинкой, с легенькой, ну, понятно, что чем тоньше вы кладете акригель, тем меньше там в нем оттенка будет, вот очень нежные, полупрозрачные цвета, сейчас такой нежный, фиолетовый, полупрозрачный, фиолетовый, сейчас вот видно, вот где ногти в профиль показаны, там видно такой вот легкий-легкий оттенок, такой благородный, не сильно ярко выраженный, вот, ну и там понятно, что традиционно такой вот белесый оттенок, белесый оттенок, сейчас, где у нас, вот это вот, это просто прозрачный, просто прозрачный, с разными вариантами блесток, вот это тоже новинка, акригель цветной, полупрозрачный, так, за следующий бокс, за следующую капсулу я вам уже рассказала, да, хотела напомнить, что новая база 13, вот многие спрашивали, я все обещала, что скажу, когда появится объем большой, и она, она, в принципе, вышла еще месяц назад, но я хотела еще раз напомнить, что 13 база, кому очень понравилось, потому что эта формула, как раз с 9 по 12 базу, есть кто, вот прям любят вот эту формулу наших баз, это 9, 10, 11, 12, вот в этой формуле сейчас вышла 13 база в большом объеме, вот, что она в том году выходила в маленьком объеме, а в этом году, вот мы уже дождались, она вышла в большом объеме, вот за это я хотела напомнить, так, что еще, а, самое главное, конечно же, это главная новинка, вот, она уже, по-моему, сегодняшнего дня появилась на эми-шоп, также спрашивайте у дистрибьюторов, это будет интересно не только мастерам маникюра, но и также мастерам педикюра, потому что в конце, после процедуры именно аппаратного педикюра, в качестве шлифовки можно использовать это массажное масло, когда вы поджигаете свечечку, ждете немножко, а там буквально по одному грамму достаточно на ножку, чтобы заполировать пяточки, уже полировочным абразивом, когда вы полируете при аппаратном педикюре, в этом случае аппаратный педикюр, он сохраняет свое состояние гораздо дольше, именно результат от аппаратного педикюра, вот, массажное масло, свеча, также, вот, меня начали просить просто обычные люди, мне прям написало несколько моих подруг, говорят, Катя, мы хотим купить у тебя эти свечи, они хотят купить их просто для себя, для массажа, для вот этой ароматерапии, ну, для мужчин, для своих, очень любят многие, когда, там, например, с мужем проводить какие-то спа-ритуалы, когда женщина сама проводит этот спа-ритуал, и в качестве вот такого массажного масла-свечи можно использовать наши свечи, они очень классно подходят для массажа просто, ну, я, например, люблю очень делать массаж своему мужу, как раз использую вот такие массажные масла-свечи, это очень удобно, во-первых, запах очень классный получается вокруг, потому что, если, например, просто свечи зажигаешь ароматизированные, они такого запаха не дают, вот, и когда ты просто используешь массажное масло, тоже нет такого результата устойчивого запаха, когда ты используешь именно массажное масло-свеча, когда ты ее поджигаешь, выливаешь себя на ладошечку и начинаешь массаж делать, ну, это очень, во-первых, мужчине вашему понравится, ну, а мы вам хотим этот продукт предложить в качестве доп. услуги к маникюру, к педикюру в конце услуги, вот, в конце услуги, когда сделали маникюрчик, уже можно сделать массаж по растопленной части масла-свечи, вот, поставьте плюсики, кто, кстати, уже приобрел, потому что мне писали уже девочки, что сразу же продали все клиентам, что у всех все закончилось сразу. Так, массажное масло-свеча, про это я рассказала, еще раз, давайте покажу свой маникюр, еще раз напомню, капсула, она есть в продаже на Эми Шо, она есть в продаже у наших представителей, вот, я уверена, еще есть в наличии, потому что я знаю, что на основном складе уже нет наличия, вот, но если посмотреть на Эми Шо, у дистрибьюторов, уверена, можно найти капсулу еще. Это summer crush, такая морская цветочная тема прослеживается у этих ноготочков, это я себе сделала вчера, маникюр, потому что очень долго ждала, месяц в итоге ждала, нет бы раньше сделать. Я хотела сделать себе именно этот дизайн, потому что там в наборе идут глиттеры и очень красивое сочетание получается, если сделать вот в такой технике использования зеркального эффекта плюс гель-ла, получается очень симпатично. Это коллекция box, капсула новая, ну не разрешают сейчас капсулу это называть, потому что говорят, путаются люди, думают, что капсулы как в том году, потому что в том году капсулы они состояли всего лишь из двух оттенков. Помните капсулы с того года? Вот они, кстати, есть по чуть-чуть на Эми Шо, вот кто в том году не успел купить. Тут буквально идет два бутылечка и в некоторых капсулах по одной декорации идет. В этом году у нас, вот вида здесь на заднем плане, идет 9 декораций, 2 глиттера, стразы и 4 гель-лака. Плюс туда идет qr-код, открытка с qr-кодом, куда вы попадаете, там огромный классный каталог дизайнов с использованием всех материалов из этого бокса. Так, сейчас могу ответить на вопросы, пишите ваши вопросы, у кого остались вопросы по новинкам, которые сейчас есть текущие, которые ожидаются, я могу сейчас поотвечать. Буквально вот у нас еще есть с вами 5-10 минут, пишите ваши вопросы. Сейчас я поставлю какую-нибудь другую заставочку, хотя мне это нравится больше заставка. Кстати, пчелы-то, я же не сделала пчелы, вот я сейчас так решила, похожу буквально недельку вот с этим дизайном. Следующий у меня будет пчелы. Это тоже дизайн из бокса Summer Crush, потому что уже скоро выходит бокс следующий. Кто пропустил начало эфира, обязательно пересмотрите, я уже показала, что будет входить в следующий бокс. Вдохновилась я любимыми дизайнерами и вообще на этот год я планирую следующие уже боксы посвящать именно любимым дизайнерам. Эта тема родилась благодаря клубу, потому что я в клубе за последние два года давала очень много тем маникюра, посвященной через призму моды. Ну и в частности я брала своих любимых дизайнеров. Вторая капсула, она выйдет у нас с вами ориентировочно конец этого месяца. Вот, ну должна быть, вот в конце июня она должна уже отгружаться дистрибьютором. Смотрите, я уже рассказала, что будет во втором боксе. Поэтому я сейчас выгружу этот эфир сразу же. Я не буду его никуда, я его сразу же выгружу. Обязательно возьмите, пересмотрите. Я прям показала запись экрана, какие ногти будут, чем я вдохновилась. Понятно, что сам состав я там сильно не показывала. Вот, это еще как бы секрет, что будет. Я показала уже рамочку близко. Там все понятно. Декорации очень красивые, прям очень-очень хорошенькие. Поэтому, кто любит вот такие брендовые маникюры, вам это очень понравится. Вот, и гель-лаки там очень красивые, с такими легкими шиммерами. Ну, не все, не все. Так, какие там у нас оттенки. У нас получается нюдовый и розовый цвет, они с шиммером идут. И черный, по-моему, тоже с шиммером идут. А, нет, черного же там нет. Да, там два цвета с шиммером, с таким легким, нежным. А два цвета две эмали. Смотрите, в Германии нет. Скорее всего, из-за того, что знак Эми в Германии, вот в таком виде, мы не можем использовать. Вот. А все продукты для Германии делать с другим много, потому что в Германии у нас немножко другой логотип. Физически невозможно, потому что Германия не настолько большая страна, и там не настолько большое потребление материалов для маникюра, чтобы... Сейчас вот нет возможности многие продукты в Германию отгружать из-за логотипа. Вот. Поэтому, если хотите какие-то продукты, которые в Германии нет, вам нужно тогда как-то там просить родственников, чтобы кто-то там вам в Праге, потому что в Праге-то все есть. В Праге в офисе, ну, как вот, купил и уже с Праги сами отправили, потому что мы напрямую в Прагу не можем ничего отправлять, потому что это незаконно. Вот. Это будет нарушение закона. Вот. Поэтому хотите обойти закон, сделайте это просто сами. Вот. Сам дистрибьютор и мы, мы, к сожалению, не можем многие вещи поставлять на рынок Германии. Ну, так вот случилось. Когда я делала свой логотип, а он производный от моего имени и фамилии, это Эйми Е. Мирошниченко. Екатерина Мирошниченко. Никто не знал, что там есть Эйми Нейлс, такой бренд, и что они подадут на нас в суд. Вот. Ну, дай бог им здоровиться. Все всегда возвращается. В общем, это маникюр, который я планирую сделать следующий. Еще я хотела вам показать этот маникюр. Я планирую сделать потом, после того, потому что цветы я еще тоже не делала, потому что сейчас вы поняли, у меня морская тема. Потом я хочу сделать насекомых, а потом уже я сделаю цветы. Вот. Что еще? Мне кажется, я уже все показала. Единственное, вот прям акцент делаю сейчас на вот этот продукт Нейлбом. Это продукт моей сестры. Она его вынашивала, еще раз напомню, несколько лет. И только последние полтора года мы его начали производить. Этот продукт произведен полностью в лаборатории в Ростове-на-Дону, потому что вы знаете, что у нас много контрактного производства. Мы работаем по контракту с лабораториями и в Европе, в США. Это когда продукт делают под тебя, под твой контракт. Вот. Но также у нас есть лаборатория в Праге, потому что там есть второе производство. Есть лаборатория в России, потому что в России у нас производство находится под Ростовом-на-Дону. И вот Нейлбом – это один из тех продуктов, которые производили именно в нашей лаборатории в Ростове-на-Дону. Эминес подали на вас в суд, как будто такая у них продукция, как у вас. В том-то и дело, вы знаете, они когда вот начали… Это же уже много лет у нас судебная тяжба длится, просто только вот сейчас уже, ну как мы последние два года уже все, мы не используем логотип на территории Германии, а это длится уже лет 10, наверное. Мне тоже было всегда непонятно, наоборот, мне казалось, да скажите спасибо, что у вас ваш бренд созвучен с моим, потому что мне кажется, ну как… Ладно, нехорошо, говорит. Ну кому интересно, возьмите, посмотрите, что за бренд там, как бы вообще и близко не стояло, и сам ассортимент, и сама подача, и сам брендинг, вообще разное небо и земля. Ладно. Ну что ж, ну что ж, так бывает в жизни. Видимо, зачем-то мне это прилетело. Видать, где-то я что-то поднагадила, я так думаю. Раз, нет, такая фигня в Германии прилетела. А может, оно и к лучшему. Может, нам надо логотип вообще везде поменять. Может, это только начало, а потом потихоньку заменим логотип везде. Вот. Как говорит Вера Мершниченко, Анна говорит всегда очень умные вещи. Если нам это прилетело, надо смотреть на себя в первую очередь. Почему оно нам прилетело? Так. Ну, вопросы, где ваши вопросы? Чего мне отключаться? Нет вопросов. Ну, да, сейчас, конечно, активность очень слабенькая. Инстаграм. Вы видели, что я сейчас убрала прямые эфиры. В мастер-классы я сейчас не веду здесь прямых эфиров. Не вижу смысла. Это потому что огромная затрата энергозатраты, времени. И там настолько маленький охват и просмотры, что я сейчас переключилась на мастер-классы. Я сейчас делаю мастер-классы на 5-10 минут. Они достаточно, ну, как бы, большие, неминутные. Минутные. Есть минутных. Очень много сейчас в Reels будет и таких коротеньких, маленьких мастер-классов. Маша Суровсова, дистрибьютор из Кипра Сьюжного, уже пакует чемоданы. Маша, привет, я тебя жду, потому что мне нужен мой штампик. Я свой испортила, мне нечем делать стемпинг. Как раз вопрос сейчас от Nail Danila из Владикавказа. Будут новые пластины? Конечно, их уже разработали. К осени обязательно в рамках осенних коллекций, дизайнов, будет обязательно и стемпинг. Куда уж теперь без него. Я уже говорила, почему долго не могла перейти на стемпинг. Потому что не могли очень долго отказаться от слайдеров. А сейчас поняли, что многие слайдеры, особенно трафареты, их проще перевести на пластины. Поэтому мы сейчас потихоньку стали переходить на стемпинг по этой причине. Катя, хочется эфиров на поболтать. А я вот с вами сегодня и болтаю. У меня сегодня эфир как раз это про поболтать. Хотите, я отключу презентацию? Давайте, вот так. На поболтать. Я поэтому уже... Обязательно пересмотрите начало эфира. Я показала новинки, которые вышли в последний месяц. И новинки, которые нас с вами ожидают. Обязательно посмотрите. Я купила капсулу, у меня только фото работ. А вот видео не могу найти. Оно есть вообще? Нет. Смотрите, там лукбук с мастер-классами и с фотографиями. Но это все в виде фотографии. Там видео нет. Мы рекомендуем скачивать оттуда фотографии. Можете ими пользоваться. Выкладывать абсолютно на любые ресурсы. Чтобы не тратить, например, материалы на то, чтобы сделать образцы, сфотографировать. Вы можете брать наши фотографии, наших типсов, наших маникюров. Потому что там лукбук получился очень большой в электронном виде. Но там в виде видео ничего нет. Там в виде фотографий поэтапных мастер-классов есть. Ура, такой теплый эфир. Когда будете делать Даши маникюр, помню. Так, ну Даши сегодня буду делать маникюр. Потому что там уже отвалились все ногти. Потому что у нее там уже месяц прошел. Таким подросткам, 14-летним, коррекцию нужно делать раз в три недели. Как только пошла четвертая неделя, у них все начинает сыпаться просто. И она вчера изъявила желание. Она увидела, что я делала коррекцию. Софт-дарк гель. Я причем этим камуфляжем не делала себе. Я привыкла. Софт-пинк, софт-нут. А вы знаете, у нас сейчас вышло три новых оттенка камуфляжей в классике. Очень красивые, симпатичные. Такие, знаете, на которые видно, что клиент сядет и будет много лет делать только этим камуфляжем. И она увидела этот цвет камуфляжа. Она говорит, а ты можешь мне просто сделать вот им и больше ничего. Она мне как бы, знаете, не любитель вообще, честно говоря, ногтей, дизайна. Вот как у меня мог родиться такой ребенок? Причем она творческая очень. Но она не любит все, чтобы там сильно не бросалась в глаза. Хотя сейчас ходит с вырви глаз дизайном. Да, Даша. Сегодня Дашу мы сделаем. Я сегодня пойду наснимаю красивый контент. Я уже себе сделала. Она пошла, набрала ко мне. Сейчас камни раскрашу гель-лаком. Сейчас пойду все фотографировать, снимать. Так. Какие еще вопросы? Ну, все. Вроде ответила на все вопросы. Без дизайна веру, не говорите. Ой, сейчас поставлю новые камуфляжики. Я, может, сейчас я посмотрю, я взяла или нет. Сейчас. Вы же понимаете, везла 20 килограмм Эйми. Так, у меня есть... О, ну давайте сейчас я вам покажу, что у меня есть. Не все цвета. Ну, получается, вот я вчера себе делала коррекцию Soft Dark Pink. Такой холодный, розовый. Почему-то он в банке смотрится таким вот темноватым. Но когда ты наносишь на ногти, очень красиво. Вот прям вот, ну настолько сливается с натуральным ногтем. Особенно у кого, знаете, сосуды расположены близко на ноготках. И ноготки немножко синят. Вот им очень подойдет вот этот оттенок. Еще я с собой взяла Soft Milky White. Тоже я еще с ним не работала. Ну, он прям вот белый. Вот. Кто хотел прям белый-белый. Вы знаете, у нас есть такой более прозрачный. А этот вот прям белый. Здесь еще третьего оттенка не хватает. Вот. Но я его не брала. Я так собиралась судорожно. Вот. Я не все камуфляжи взяла. Я как-то непонятно набрала. А, нет, я взяла. Сейчас я вам покажу. Вот смотрите, чем отличается от Soft Milka. Видите разница? Soft Milka, он такой вот более с розовинкой идет. Но белый, да? Этот вот прям белый-белый. Все, нашла еще один оттенок новый, девчонки. Да, Milk плотный, девочки. Milk плотный. Хороший оттенок прям. Так. И смотрите, у меня Soft Palia Pink. Тоже классный. Эти все новые. Ну, я набрала себе пятиграммовых, чтобы коррекции делать. Ну, тоже видите, какой красивый. Такая палевая роза. Да. Вот можете прям сфотографировать. Вот это три новых оттенка. Ну, их видно. Во-первых, наклеечки черненькие. Вот, спрашивайте у дистрибьюторов обязательно. Катя, а цену по ним скажите, пожалуйста. Блин. Девчонки, ну зайдите на Amish Shop, посмотрите цену. Я вот, видите, отмороженный человек, который не знает цен на свою же продукцию. У меня это, конечно, уже бич в последнее время. Но это почему выставок нету. Я не работаю где-то на публике. И из-за этого нет надобности цены запоминать. Раньше знала цены на все, потому что постоянно продавала. Продавала на выставках, на шоу. Вот, поэтому фотографируйте. Оттенки очень красивые. Я, конечно, вот в этот влюбилась. Причем вот в баночке смотришь на Dark Pink. Одно, когда на ногти я нанесла. Сейчас я вам покажу, кстати, как на ногтях выглядит. Я же вчера засняла кусочек. Здесь вот, может быть, не очень хорошо видно, потому что ногти у меня замоделированы были Soft Pink, либо Soft Nude. А вот сейчас вот по кутикуле видно такой градиент мягкий идет. И там вот такой вот он прохладный розовый. Мне очень нравится. Прям мне очень понравился этот вариант. Так, ну что, раз вопросов больше нет. Нет, Dark не очень темный. Смотрите, он не темный. На видео так выглядит. Он не темный. Очень хороший. Тем более, вы же должны понимать, чем меньше толщина, тем он вообще будет такой прям натуральный. Если вот двоечку, троечку моделировать, будет очень красиво. Прям сливаться будет с натуральными ногтями. Вот кто клиенты любят, ничем не покрывать ногти. Вот Dark Pink им очень понравится. Просто замоделировать, запилить, перекрыть финишем. А, он однофазный, по-моему. Просто просушить, если вы не пилите, делайте моделирование без запила. Быстрые ногти. Вот, пожалуйста, Dark Pink гель просушили, обезжирили и отпустили клиента. Получаются прекрасные натуральные ногти, вид, который будет подходить для таких вот женщин, которые хотят делать маникюр, делать коррекцию, наращивание, но чтобы это было не вульгарно, чтобы это сливалось с ее оттенком кожи, с окружающей природой, скажем так. Так, по цене, девчонки, зайдите на я мешок, пожалуйста, посмотрите. Скажите, а софт Милки Уайт и Монофаз отличаются? Ну, смотрите. Монофаз из всех, он самый мягкий. Вот, вообще считается, самый популярный у нас гель, это Монофаз. Это то, что мы продаем много в большом объеме. Это не просто так, потому что, действительно, гель уникальный, очень классный, самовыравнивающий. Он не жесткий, не сильно мягкий, вот такой вот прям для классики это очень хорошее качество. Так как это камуфлирующие геля, они чуть-чуть пожестче. Все равно Монофаз, он мягче. Оттуда вода мой не хочется. Честно, хочется. У меня лежат билеты, я купила все-таки билеты. Решила здесь еще чуть-чуть задержаться. Сейчас я вам скажу, до 1 августа. Но я вот что-то уже жду этого 1 августа с большим нетерпением, когда я приеду в Ростов. Монофаз мой наркотик. Ну, вот правильно Виктория пишет. Вот, видимо, таких наркоманов очень много, потому что у нас реально Монофаз это самый популярный продукт. Сейчас единственное у нас с продуктами из классической системы небольшой сбой, потому что был арестован огромный груз на большую сумму денег, и его утилизируют. И нам сейчас пришлось. А это у нас контрактное производство с Германией. И сейчас временно многих продуктов их нет просто. Вот что касается классических гелей. Ну, вы должны понимать, что сейчас идет жуткая перестройка в транспортной системе. Очень сложно сейчас таможить, перевозить все. И вот в том числе у нас сейчас такой вот коллапс произошел, как арестован был груз. И, к сожалению, нам его не отдадут. Вот так. Вот, поэтому наберитесь терпения. Вот прям, девчонки, пожалуйста, гели наши классические, они очень хорошие. Таких, я просто знаю, что... Я очень много всего тестировала, сравнивала, проверяла. И я знаю, что альтернатив практически на рынке нет нашим гелям классическим. И если сейчас вот каких-то гелей вы видите нет, они будут. Просто вопрос времени. Нам нужно больше времени сейчас на перестройку. Нам нужно перестроиться. Перестраиваться дорого и займет время. Екатерина, здравствуйте. Слышала такое, что ваши лаки сохнут только в вашей лампе. Правда ли это? Нет, неправда. Просто у нас мы стараемся большую часть оттенков, не все. Бывают оттенки, когда нужна средняя плотность, когда эффект нужен прозрачный. Но большей части цвета мы стараемся выпускать достаточно плотные. И, соответственно, если у вас лампа говно, то, конечно, гель-лак плотный не будет сохнуть. Но это не потому, что у нас какие-то там они... Нет, сохнут. Но если лампа... Я просто всегда говорю, вот индикатор. Если у вас лампочка говно, возьмите белые, черные, желтые гель-лаки. И просушите. Что такое Maddy Nails? Тестили. Это, видимо, какая-то марка. Не, ну я сейчас не буду говорить, что я тестила. Я много чего тестила. Как не отдадут? Это же огромный тоннаж. Как-то корресты не отдали. Да, вот так вот. Просто не отдали. Это подпало, знаете, вот это то, что сейчас налог на роскошь. Что-то такое на роскошь. Причем они попали вот под эту роскошь и все. И не отдали. Его сейчас просто сожгут, утилизируют. Я пользуюсь Эми не в лампе. Все шикарно сохнет. Я тоже так считаю. Если лампы хорошие, просто, понимаете, не все лампы могут работать годами. Некоторые лампы, они особенно по средней цене. Я не осуждаю покупку недорогих ламп. Кому-то это удобно. Покупать дешевые лампы. Но многие забывают о том, что они больше, там, бывает, четырех месяцев не работают нормально. Там уже даже шесть месяцев они не выдерживают. После четырех месяцев их нужно уже выкидывать и покупать новые. Там даже лампочки вы не замените. Я просто знаю, почему. Потому что мы в свое время, где-то года полтора назад, хотели в линейку завести недорогую лампу. И мы оттестировали очень много китайских ламп. Очень много. Потому что у нас Тайвань. У нас дорогая лампа. Потому что, а знаете, как тайваньцы? Они обижаются. Мы не китайцы. У нас Тайвань. Потому что, ну, действительно, у них комплектующие, они лучшие, качественные. А тестировали очень много. И я поняла, почему вот эти лампы всякие, саны, они стоят так дешево. И почему вот иной раз вот такие жалобы идут. То не сохнет, это не сохнет. А потому что они даже год не работают. Они даже шесть месяцев не работают. Прикиньте, шесть месяцев. Там потолок есть у лампочек, у некоторых. Они работают, ну, четыре месяца нормально. А потом они просто, ну, как бы они светят, вроде как сушат. Ну, вот где пигментация чуть побольше. Уже все не просыхает. Да, самый главный плюс, что у нас можно лампу, там, заменить лампочки, кнопочки. Основная масса ламп, вы их просто покупаете. Они вырабатывают свой срок. Вы ее выкидываете. И нужно покупать новую. Нашу, по крайней мере, можно в ремонт сдать. Такое очень редко где встречается. Катя, вот сейчас жарко, и гели прям жидкие очень становятся. Можно ли подморозить их или испортиться? Обязательно. Слушайте, я когда мастером работала, представьте, я же из Ростова-на-Дону. Вы знаете, какая температура в Ростове-на-Дону? Вы себе даже не представляете. Вот здесь, например, жарко, вот где я сейчас, на Северном Кипре. Но там, здесь, знаете, какой-то бриз прохладный. А в Ростове еще это удушливая такая вот жара, что я, например, здесь за целый месяц даже кондиционер ни разу не включила. А в Ростове ты не можешь работать в помещении, находиться, жить, есть, пить без кондиционера. У нас там какое бы ты помещение ни снял, ни купил, ты сразу в каждую комнату обязан установить по кондиционеру. Иначе, когда наступает лето, там просто физически невозможно находиться. Поэтому, когда я работала мастером маникюра, у меня все гели были в морозильнике и в холодильнике. Прекрасно? Очень удобно. Поэтому рекомендую. В холодильнике. У меня все лето, гели в холодильнике. А когда наступала зима, а у нас помещение было тупорылое, съемное, такой, знаете, эконом вариант салона был, получается, летом было жутко жарко, а кондиционеры не помогали, и все текло, и у нас все хранилось в холодильнике. А зимой было, сука, так холодно, что у меня все гели стояли на батареях. Вот так я и работала 6 лет. Я, что, а не отдают, какая сторона? Вопрос не поняла от Желина Маккарцева. А я вот сейчас жарко, геля прям жарко. А, так это. Ну, на рынке сплошь и рядом поделки, поэтому мало у кого оригинал. Ну, вот, смотрите, видите, вот сан есть подделка. Я сколько сана пробовала от разных производителей, они так себе и пишут этот сан, он больше 6 месяцев не работает, к сожалению. Мне такой сан не попался, который бы работал больше 6 месяцев. Ну, вот, почитайте отзывы. Здесь очень хорошие отзывы сейчас. Девочки пишут про лампу. Она стоит тех денег, и там нельзя сказать, что там у меня какая-то у нас бешеная наценка. Нет, она у нас чисто в ассортименте, мы ее держим. И сказать, что мы на ней как-то жутко зарабатываем. Нет, там очень дорогие комплектующие. Вот, поэтому. Что бы вы посоветовали начинающим мастерам? Блин, это такой вот вопрос. Что посоветовала? Из материалов? Если из материалов, то база Эмилак жидкая самая. Это самая мощная вещь, на котором стоит абсолютно любой материал. Вот, это из гель-лаков. База Эмилак, она жидкая, и сверху вы берете любые наши базы. У нас они разные по химическому составу. По физическим свойствам. Их очень много. А из классики Монофаз. Монофазный гель, самый лучший гель на свете. Вот, это такое, знаете, основное, что я всем всегда советую попробовать. Что у нас еще очень такое? Я очень люблю наши декорации. Потому что все декорации, мы их делаем с любовью. Делаем все, знаете, там не так вот захотелось и давайте вот это будем делать. Нет, все продумано, все не просто так. Все отталкивается там от всевозможных институтов, кто что рекомендует на следующий тренд до следующих сезонов. Цвета гель-лака тоже не просто колеруем, а колеруем там с учетом, что это рекомендует, например, институт понтон, а это подборка из высокой моды. У нас очень классные есть средства, такие как Нейлбом, у нас есть Бустер. Это те продукты, которые производились в нашей лаборатории и аналогов их нет. Им нет, неправильно сказала. Нейлбом, Бустер. Ну, начинающим, как бы, вопрос такой спорный. Вот. Здравствуйте, почему гель-лака 50-ти? Нет в наличии. Сейчас, во-первых, много чего нет в наличии, вы должны понимать, потому что прошло сейчас только с последних событий 3 месяца. И за эти 3 месяца, к сожалению, очень сложно перестроить логистику. Очень сложно перестроить логистику. И большая часть пигментов цветных производится, к сожалению, в Китае, в Индии, в Пакистане. Понимаете? Они производятся в Европе, там, в Голландии, в Германии. Там вы можете закупить сырец. А цветные пигменты, они там не производятся. Они производятся в Китае. А у нас, к сожалению, в Китае сейчас жесткий карантин. Последние несколько месяцев. Там жестко, там людей уже, им двери заваривают. Они выходят раз в неделю из дома, чтобы продукты только купить. Вот. Поэтому многие вещи сейчас невозможно физически просто закупить, чтобы произвести тот или иной цвет гель-лака. Что касается 59-го гель-лака, мне нужно посмотреть каталог. Я сейчас не могу сказать, потому что мы периодически какие-то цвета выводим из ассортимента. Мы, если смотрим, что продажи низкие по нему, например, за последние два года, мы этот цвет начинаем выводить из ассортимента. Вот. Но, смотрите, по ассортименту всегда пишите в Директ. Либо Amy Official World, либо ко мне. Там сидят менеджеры, которые точно скажут, этот цвет на выводе, либо его просто временно нет. Катюша, идея содержит огонь. Очень крутой костюм мы сделали, очень нравится. Спасибо большое. Но я пока экспериментирую. Это мое такое хобби. Вот. Я сейчас пробую разных производителей. Что-то я производила в Ростове, отшивала у нас здесь в России. Что-то производила в Бишкеке. Вот. Что-то в Турции. А как гель-лаков с эффектами? Вы не планируете выпускать? Смотрите. Мы, если выпускаем гель-лаки, то с какими-то шиммерами интересными. Вот. Что касается всяких кошачьих глазов, там, я не знаю, вот этих вот всяких штук термо, гель-лаков, мы не можем их выпускать, потому что аналоги дешевые, их такое огромное количество, что конкурировать с этой ценой невозможно. Вот. А мы же, как мы производим только для себя продукт. Мы же не производим его по контракту, там, большому количеству марок. И, соответственно, вот эти пигменты, они, когда их производят, там, заводы-производители огромные, которые работают просто на опт, им выгодно отпускать вот по таким смешным ценам. Вот. А когда мы для себя закупаем эти пигменты, вот тут же кошачий глаз, это очень дорогие пигменты. Или вот, например, светоотражающие, это тоже очень дорогие пигменты. А мне, чтобы, например, просто для Эйми это закупить, мне нужна, ну как, не такой, мне не нужна тонна, понимаете? А там, чтобы это было выгодно, нужно тонну купить. Вот. И поэтому, вот с какими-то со спецэффектами в Эйми их никогда не будет. Вот. В основном я только делаю это с какими-то шиммерами, что-то такое вот интересное. Вот я сейчас планирую, если все получится хорошо с пигментами, потому что сейчас пигменты цветные завозить очень сложно. Они, во-первых, выросли в цене, и плюс доставка стала настолько неадекватна. Есть на некоторых продуктах доставка выросла в 9 раз. Вот представьте, многие говорят, вот там рубль укрепился, доллар упал, что у вас цены не падают? А как они могут упасть? Вот, понимаете, если у меня доставка выросла в 9 раз, а это же тоже себестоимость. Вот, еще я сжалась. Катя, нет ли у вас гель-лака, оттенка похожего на базу, яркую, красную? Не фуксия. Слушай, ну такой гель-лак, это, во-первых, ну адреналин очень похож. Адреналин. Адреналин, адреналин. Блин, мне нужна вот моя раскладочка. Я хотела папку с типсами сюда привезти, прикиньте, я ее забыла. Ну, вообще адреналин это такой вот алый красный, неоновый. И вот если брать Ace Base, там же их две вышли, яркие, одна розовая, а вторая такая вот алая красная, она вот как раз на нее очень похожа. Маникюр я уже показывала, обязательно вначале пересмотрите. Из уходовой косметики я беру уже третий набор антижечь, спасибо за этот продукт. Я вообще считаю, что это вот из уходовой линейки, это самый уникальный продукт. Это лаборатория Франция, контрактное производство. Делали специально под меня, потому что у меня там был бзик. Мне нужно было именно для рук произвести серу, и чтобы это было по цене более или менее вменяемо. И особенно пилинг гликолевый. Но, к сожалению, вот как многих цена останавливает, не хотят за эту цену покупать, а продавать меньше, но нет возможности. Там очень дорогое сырье французское. Вот, и продукт уникальный. Скорее всего, он в продаже еще долго не будет находиться. Долго не будет находиться сейчас. Мне так кажется, вот до конца года мы то, что продадим, больше закупать я не планирую, потому что сейчас в связи с тем, что произошли такие разные изменения, многие продукты просто сейчас нерентабельно завозить в сырье. Вот. Я очень жду антивозрастную маску. Мам, я делаю еще. Хорошо и делаю еще. Пей, зайчик, пей. А, слушай, правильно, Нейл Данил. Кто спрашивал за вот эту базу алую? 305-й оттенок, 5-й элемент. Точно. Пятый элемент. Очень похож. Данила, ты чаще приходи ко мне на эфир, будешь мне помогать. А? Вообще цена не останавливает. Да. Ты знаешь, вот ты когда попробовала антиэйдж, то ты начинаешь понимать, вот, что продукт уникальный. Ладно, девочки, мальчики, надо завершаться, эфиры долго вы не смотрите. Обязательно пересмотрите, там в начале буквально 20 минут полезная информация, новинки и что сейчас текущие новинки. Все, всех люблю, всем пока-пока. Сейчас буду больше снимать не прямых эфиров, а буду больше снимать мастер-классов. Вот я сейчас уже мастер-класс сняла своего маникюра. Надеюсь, что сегодня мне смонтируют, и мы его выложим. Ну, посмотрите мастер-класс. Я вам пока-пока. Ну, сейчас вот кто-то тут спросил за Чехию, а прекращает выдачу виз россиянам, белорусов. А при чем тут это? В Чехии у нас предприятие, оно функционирует уже 12 лет, 11 лет. В Чехии я не планировала никогда жить. Маска регенерирующая. Смотрите, маски регенерирующие не будет. Уже точно не будет. У нас будет альтернатива. Я считаю, что очень хорошая. Я вот тестировала на себе альтернатива регенерирующей маски. Ну, я считаю, что очень достойная. Вот, очень достойная. Поэтому ждите обновленную линейку белую. Мы ее практически уже завершили обновлять. И там будут очень хорошие, классные продукты. Некоторые будут даже лучше, чем с предыдущей. Все, всем пока-пока.